Шары здоровья, что это такое? Тяжелые, мраморные шары, желтоватого оттенка. Мрамор бывает белый, белый зеленоватый, это именно желтоватый. В них очень много янской энергии. Янская энергия это мужская энергия, дающая активность. Очень полезное упражнение. На правой руке указательный большой палец. Вот мы так берем и пытаемся сильно сжать. Фиксируем около 10 секунд, можно чуть больше. Потом то же самое, пытаемся сжать сильнее, но добавляем пульсацию. Сжать, расслабить, сжать, расслабить, сжать, расслабить. После чего собираем плотное кольцо и пытаемся соединить кончики пальцев. Если получается, то плодучка большого дает ногтевую пластину указательную. Не получается, не дает, пытается соединиться. То же 10 или чуть больше секунд, а не больше 30. Пытаемся раздавить его, как яйцо. А потом сжать, расслабить, сжать, расслабить, сжать, расслабить. После этого выполняем уголек. Очень быстрое движение. Представляем, что он раскаленный, полыхает, обжигает. И нам надо вот так вот делать. После этого каждый палец прорабатываем. Кончик пальца, пульсирующее сжатие, кольцо. Так до мизинца доходим. До щита мизинца делаем жемчужину. На самые-самые кончики пальца собираем. Потом рука должна оказаться на месте. С этой ладошки ловим. Импульс из центра ладони должен пройти по руке, в грудь, в живот. Понаблюдать, куда он идет. Несколько раз. Ну, до 10 раз. Если понравится, можно и больше. Здесь еще есть такой нюанс. Особенность старается на самые-самые кончики пальца сделать. Поймать на ладошку. И вверх тоже таким коротким движением выносит. То есть, чуть вперед какнуть и подать туда. Следующее движение похоже на это. Это змея. Но не нужно вот так вот делать рукой. Надо вот так. То есть, змея короткие движения в пальце хватает. Очень короткие. Можно, конечно, и вот так вот его выносить. Тогда еще лучше моторика будет разрабатываться. Это очень хорошо мозг развивает. Делаешься от этого умнее и сообразительнее. Потому что пальцы связаны с клетками мозга. Связаны с речью и движением. Вот. Поделали. Классное упражнение. Потом кладем на тыльную сторону. И пытаемся в центре ладошки его схватить. Несколько раз. Перед вами не должно быть ничего стеклянного. Потому что он может скатиться и во что-нибудь удариться. Пол должен быть мягкий. Потому что он может отказаться. Камень хрупкий. Вот. Сбоку не должно быть ничего стеклянного. На локтевой сгиб надо его подбросить. Но хорошо, что не раздуйте ничего. После шавасаны сложные придетки. Да. Сейчас. И потом в идеале. Вот он от локтя прокатывается вперед. Я это показывать не буду. И потом ловится. Все. С одной рукой сделали. Все то же самое с другой выполняется рукой. После того, как поделали. Можно это делать, в принципе, для экономии времени сразу двумя руками. Все там. Указательные. Уголечки. Сразу на двух руках. Потом каждый палец проработали. Кончики. Кольцо. Пульсирующее кольцо. Поделали вот эту вот самую. Жемчужину. Поделали. Сложнее будет вот с этим. Но это уже такой высший пилотаж. Как-то надо умудриться положить. Вот. По поводу вот этого прокатывания я не знаю, как это сделать. Сразу двумя. Но, наверняка, как-то можно. Потом. На правой руке только по часовой стрелке. Крут. Чередуют. Скорость удобная. Главное, чтобы они не бились. Потому что, я вот не показал, удары это отдельная техника. То есть, разгоняется энергия. Разгоняется по периферии, когда не касается. А потом можно через каждое передвижение постукивать. Постукивать очень аккуратно. Так канала чистится. Вот это вот. И возникает хорошее состояние самоположения. Попал внутрь. Потом. Четко через верх. Вот. В другую сторону. То же самое. И вертикаль. И надпо. На левой руке можно вращать туда, сюда. По идее, то же самое все. Но только можно две стороны чередовать. Несколько раз в одну, несколько раз в другую. Количество не регламентируется. То есть, можно любое количество. Тоже с постукиванием. Но, если крутите, стараются, чтобы оно бесшумно входило. Потому что постукивание, это отдельная техника. Это должно быть осознанно. Оп. В другую сторону. Вот, по моему опыту, шар вот такой вот, что с трудом соединяется указательный большой палец. Самый вот идеальный вариант. Больше, уже сложнее с ним работать. Потом. Переброс шара из руки в руку. Жестко не встречаем, немножко приопускаем ладошку. А потом, представляешь, что правой рукой бросает в левую шар. Не зрительно, а именно тело. Потом бросает и ощущает. Чем это ощущение отличается от реального? Перекладывают. Снова бросают. Снова перекладывают. Потом то же самое с левой. Нужно бросить, переложить и представить, что вы бросаете. И почувствовать, как будто вы бросили. Это уже и потом сравнили, чем воображение отличается от физики. Потом одной рукой бросаем, а другой энергетический шар бросаем. В принципе, можно это нарабатывать, но нельзя брать каменные два. Потому что они могут случайно удалиться и расколоться. Один шар можно резиновый взять, мячик для собак, плотный, с другой резиной. Другой вот такой вот. И потренироваться один навстречу другому. Тоже очень мощно энергетизирует организм. Потом три шара стараются так прощать, чтобы они минимально грохотали. На левой руке сложнее это сделать. Потому что надо и в ту, и в другую сторону, чтобы они были в плотном контакте. Тайная техника это смотрит, какой шар темнее, какой светлее. Темный шар. Нужно будет хватить кипяток. Светлый шар в морозилку. Как кладут в кипяток? Берут за такое блюдо или тарелка, который не лопнет от горячей воды. Наливают туда кипяток. И аккуратно кладут в шарик. Засекают пять минут. Шар лежит в кипятке, шар лежит в морозилке. Потом берут в руку, начинают крутить. И очень приятные ощущения. Сменяется быстро. Тепло, холод, тепло, холод. Минут через пять они выровняются в отношениях. Там примерно одинаковые. Потом это можно повторить для другой руки. Возникает мощная гармонизация. На ноге я показывал какие упражнения. У нас есть точка в основании большого второго, которая отзывается ломатой. Именно вот эту точку мы этой точкой закрываем. Вот так вот. Проверяем туда ли попали. Вот четко под большим пальцем должен быть шарик. И потом надо пятки приотрывать коротким движением. Чтобы стимуляция шла именно в эту точку. Хорошо, если есть при этом шар. И при этом можно просто его между ладошками крутить. Можно пытаться его сжать. Тоже пульсирующий. Здесь два варианта давления. Центр ладошки либо основание большого пальца. Основание большого пальца это сердечная мышца. Центр ладошки это побочная область. Хорошо, если шары с ними произведена работа. Допустим, вот этот шар. Я покупал его в Индии. В нем вкрапление рубина. Я его на долгое время оставлял, спрятал в лесу. И оставил его там. Настраивающийся на то, что его наполняет позитивной энергией леса. Когда после этого шар забирается, нужно вместо шара оставить что-то. Мелочь денежную. Хлеб. Либо конфетку без обертки. Палочку зажечь, но потом подождать, пока она закончит. Гореть, либо притушить. И оставить остатки палочки там. Но затушенные. Это дар лесу. За шар. И в нем до сих пор связь с землей Индии и с сибирской природой. Так что рекомендую, очень полезно. В ходе жизни, я, допустим, всегда долгое время ходил, несколько лет, больше 10 лет, крутил шары. Иногда они у меня падали, развивались. Поэтому я заменял новые. Это ничего страшного. Вот при этом. Но сейчас я делаю другую технику. У меня есть резиновый мячик. Из тугой резины, которая не прыгает. Я прогоняю его между пальцами. С каменным это получится. Ну, вот получается. Вот так. То есть, без захвата большого пальца. Тоже очень полезно. Но каменный он тяжеловатый. Если работаете с камнями, с каменными сразу, надо, чтобы мягко было ход. Иначе он может сразу сорваться. Но я с резином сейчас хожу и постоянно между пальцами это работаю. Чтобы мозг постоянно был в тонусе. Это очень полезно в плане энергетики и в плане саморазвития. От этого делаешься умнее и сообразительнее. Никогда не поздно с этого начать.